Евангелие от Луки, 13 глава. И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а они в день субботний. Господь сказал ему в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Аврааму, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, чему подобно царствие Божие и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам! Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобой, на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все, делатели неправды. Там будет плащ и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и с севера, и юга, и возлягут в Царстве Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирд хочет убить тебя. И сказал им, пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов твоих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен гряды во имя Господне. Лука, 14 глава. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. Посему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тот час ли вытащит его и в субботу. И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первое место, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место. Чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых. Чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в царстве Божием. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все как бы сговорившись извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять порвалов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. С ним шло множество народа. И он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужен для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог кончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши, слышит, да слышит! Евангелие от Луки, 15 глава Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежал, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слух, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. А отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу своему. — Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною. И все мое твое. А о том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Лука, шестнадцатая глава. Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе. Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать. Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу. Просить стыжусь. Знаю, что сделать. Чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого по рознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему. Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, сто мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего, догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы. И они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми. Но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законы пророки да и Анна. Всего времени царствие Божие благовествуется. И всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женой своей, женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весь сон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струбья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердясь надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к вам, не могут. Так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему «У них есть Моисеи, пророки, пусть слушают их». Он же сказал «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему «Если Моисеи и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, 17 глава Сказал также Иисус ученикам «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сив. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «Каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу «Умножь в нас веру». Господь сказал «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы. Когда исполните все повеленное вам, говорите «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили «Иисус, наставник, помилуй нас!». Увидев их, он сказал им «Пойдите, покажитесь священникам!». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему «Встань, иди! Вера твоя спасла тебя!» Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «Вот оно здесь!» или «Вот там!» Ибо вот «Царствие Божие внутрь вас есть!» Сказал также ученикам «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам «Вот здесь!» или «Вот там!» Не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом Сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где, Господи? Он же сказал им, где труп? Там соберутся и орлы. Лука, 18 глава. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унищижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую счастье всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус подозвал их, сказал, пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это я сохранил от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Он же, услышав себя, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь егольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком возможно Богу. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для царствия Божие. И не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизни вечной. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Лука, 19 глава. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойдись скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб, ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал и жну, чего не сеял». «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин?» Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, «Приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение». Войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. «Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен царь грядущего имя Господня, мир на небесах и слава вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих!» Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камни на камни за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников!» И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.